Они говорят о том, что во время установки имплантата, если мы сразу устанавливаем формирователь Дисней, одномоментно будет при регенерации, при замещении костной раны, формироваться ткани единожды. То есть не будет повторного переформирования вот этого комплекса, когда мы раскрываем, убираем заглушку, устанавливаем ФДМ как второй этап. То есть не будет этого повторного запуска, этого регенеративного процесса. Они говорят о том, что в этот момент, когда мы раскрываем заглушку и устанавливаем формирователь туда, существует большой риск микроподтекания жидкости, крови и так далее, инфекционного агента. И он там остается, мы его не можем уже никак извлечь из этой шахты и вот этих переимплантной зоны из Дисней, и ставим вот на эту грязь абатмент, и поэтому развивается переимплантит. Эта методика для профилактики переимплантита, она никак не связана ни с какой поддержкой, никаких трансплантатов. Значит, давайте, мы вчера, я не знаю, вы может быть немножко как-то отвлеклись, когда мы проходили свободные Дисневые трансплантаты, говорили о том, как они питаются. Помните? Это диффузное питание от принимающего ложа и за счет закрытия слизистым кастичным лоскутом. Как может металлическая поверхность являться поддержкой трансплантата, вы мне можете объяснить? А это ваше дело, какой вы методике придерживаетесь, такое и делаете. Если у вас хорошие клинические результаты на вот методе с установкой фермирователя, я не работаю так. Я вам могу сразу сказать, у меня несколько было работ, когда я это сделала, мне не очень понравилось то, что мне принесли пациенты на снимках после, спустя там 6-7 месяцев. И я предпочитаю двухэтапно работать. Это моя, я вам ответила сначала да, так как положено, а потом свою точку зрения. То есть можете подсадить лоскут, но уши? Я всегда ушла и не ставлю патронформирователя. Я считаю, это неправильно. Я считаю, что я создаю помпу для микроорганизмов, которая проникает в область переимплантной зоны и может подействовать, резервировать костную ткань. Это моя позиция личная, я ее не навязываю никому. Это просто моя точка зрения, потому что я клинически получила нехорошие результаты на это. Значит, по поводу распространенных, я не хотела этого касаться на самом деле, но вы уже развели эту тему. У меня вот был очень неприятный случай у девочки, которые очень не грязнули. И вот на очень хорошей системе, на премиум классной, у нее... Именно я единственный имплантат ей так поставила. Я поставила 4, и единственный, который стоял вот таким образом... Ну, это просто стечение. Я не люблю эту методику, еще раз. Мне надежнее работать по-другому. А если вот такой клинический случай, это зажает транспорт, то все равно оживает? Если вот такой тканик... Нет, здесь мы уже рассматриваем устранение, да, как бы принесенного нам дефекта, который принесли. Здесь мы обрезаем коронку или делаем новую, да, временную какую-то снимаем, да, имеющуюся. И на имеющемся абатменте, потому что здесь нету... Мы не говорим здесь о резорции костной ткани. Здесь имплантат стоит вот в уровень кости. И промолву они делают большую, да? Да, обязательно. Прямо такие огромные черные треугольники. Так, время ворота. А кисна же просто обтянет этот абатмент. И будет в столб какой-то... Или она растет? Она растет 3 месяца. Запомните, 3 месяца, не раньше. А потом отдавливается по типу степень... Конечно, а потом... А потом делают... Это несколько школ, все делают по-разному. Да нет, это не несколько школ. По-другому размоделированию вот этой временции. Вы убиваете своими высокими отдавленными коронками десну. И уходят сосочки. Потом вы хватаетесь за голову и приносите это пардонтологам. Нельзя так делать на этапе моделирования. Вот здесь вот трансплантаты так делать нельзя. Я знаю просто вот это. Это у ортопедов у всех паническая боязнь черных треугольников. Они когда их видят, они начинают их запихивать вот этой пластмассой. У меня просто война эта постоянная. Я не понимаю, почему там нет никакой проблемы. А нам расскажите. Нам тоже очень интересно. Я знаю, что я люблю своего ортопеда. Что он у меня... У него не бывает за черных треугольников. Я ему подсораживаю, делаю сестер. Он выводит не такие коронки, а с тонким-тонким основанием. У него все там наполировано, заполировано так, что там никто не прикрепится. А у меня вот есть, например, потому что у меня не единственный ортопед. Я училась, но она уже пришла, как с этим. Что делать? Вот мы все не рассматриваем. Мы рассмотрим метод, просто которым можно. Нет, у него либо замена коронки, либо ее коррекция происходит. Да, потом пациент должен знать, что эта коронка будет заменена на другую, потому что она... Ну, как правило, я вчера кто-то из докторов показывал клинический случай, где пациент пришел с такой ситуацией, и там на коронке уже розовая десна сделана, керамическая. Ну, то есть уже с самого начала это протезировали, когда был дефицит ткани мягких. Но мы сможем добавить? Да, да, да. Только при условии коррекции ортопедической конструкции. Ну, только с мягкой. Да, можно, потому что там нету дефекта костного волоса. Она благодарна, она растет на все вообще. Не отдавливайте ее этими временными коронками. Не надо вот ее заталкивать в нее, потому что я бьюсь просто, у меня иногда такое недопонимание, ну, как здесь будет забиваться пища? Говорю, да ирригатором он будет промывать. Хорошо, а можно? Не ваше дело, что туда будет забиваться. Это моя проблема. Если вот в этой ситуации имплант не ставят, вот, зуб удалили, там планируется мостовидная конструкция. Тоже делается, как будто... Знаете, как можно сделать? Если вы не хотите излишне травмировать пациента, вы можете удалить зуб, подождать какое-то время, чтобы у вас эпидемизировалась, да, как бы луночка. По сути, что нужно, чтобы у вас... Это там пропал зуб. Вот, послушайте меня. Сейчас, дайте мне листик, пожалуйста. Я нарисую, что можно сделать. Нету, да, бумаги больше. Все кончилось. Вам нужно дождаться, пока у вас закрылась лунка, чтобы у вас было эпители везде. Доктор, я вам рассказываю. Чтобы у вас было эпители везде. И в этом случае тогда можно сделать мягкопластическую манипуляцию, небольшую, прямо местными тканями, здесь же, и создать, как бы, такой валик. Вестибулярно это будет смотреться, как будто там зуб. И потом вы просто временной коронкой отмоделируете вот этот овоет, да. И не устанавливать туда никакой имплантат, просто намоставильная конструкция. Мы опять же вот эту двойку несчастную возьмем ее за базу. Вот у вас десна. Зуб удалили, месяц прошел. Все, ну и здесь какой-то вот завальчик, да, у нас получился. Пусть там больше, меньше, вот такой и так далее. Вот ваша нюбная поверхность. Вы делаете, отступаете тот объем, который вы будете подгибать сюда, ну то есть необходимый, это минимум 5-6 миллиметров, которые вам нужно восстановить. И плюс еще на загиб где-то миллиметра 2-3. Вот порядка, наверное, сантиметра где-то вы откладываете от контактного пункта, да, вот ориентируетесь на краешек, там, аппроксимальный, как какой-то зуба. Откладываете вот сюда этот сантиметр на небо.